МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! С праздником! С Днём Победы! 9 мая 1945-го в пригороде Берлина подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Так завершилась самая кровопролитная война в истории человечества. Гремит тишину разрывая, июльского грома удар. Над той остановкой трамвая с названием Чижовский плацдарм. Там слух различает знакомо не голос стихии небес, а залпы военного грома у дамбы напротив в агресс. Из дней, где транзисторов пенье и телеантенны видны, всего 18 ступеней в жестокую память войны, Где, вскинув свои автоматы, которые лето подряд Стоят, салютуя солдаты, над списками павших ребят. Стоят, как дозор в обороне, на правом речном берегу, Как вечная мысль, что Воронеж остался не сданным врагу. Есть правда солдатского счёта, Не знает забвенья она, Не ради наград и почёта Живым эта правда нужна. В Ефрейторе и Командарме Она, как Россия, одна. Июль на Чижовском плацдарме Громами полна тишина. Печалью бередящей душу Здесь траурной музыки нет. Звенящей тиши здесь приглушен На списке струящийся свет. Малыш, подойди к этим плитам, Хранящим гром боя и гарь. Все буквы на них алфавита. Вот твой изначальный букварь. Поротно и побатальонно В едином бессмертном строю Стоят они все поимённо, Кто пал за Воронеж в бою. Тебе, гражданину державы, Доверена высшая честь. Той азбуки, боли и славы, Великие главы прочесть. Особая, пожалуй, одна из самых трудных задач стояла во время войны перед фронтовыми почтальонами. Письма от родных ждали с нетерпением. В основном рассказывали новости из тыла, но и про любовь между строк не забывали. А в тылу до смерти боялись получить не треугольный конвертик, а прямоугольник с официальным штампом. Такое письмо говорило лишь об одном. Писем больше не будет. Жди меня, и я вернусь, Жди, когда наводит грусть Жёлтые дожди, Жди, когда снега метат, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера. Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня, Пусть друзья устанут ждать, Сядут до огня, Выпьют горькое вино, Напомин души, Жди и с ними со дно Выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь, Всем смертям назло. Кто не ждал меня тут гость Скажет повезло Не поднять, не ждавши им Как среди огня Ожидаем своим Ты спасла меня Как я выжил, будем знать, Как я выжил, будем знать, Только мы с тобой Просто ты умела ждать Как никто другой Военный парад, салют, марш бессмертного полка. Сегодня именно эти ритуалы памяти Ассоциируются у молодежи С праздником Победы. То и дело появляются по всей стране И мемориальные парки. Один из таких когда-то давно Появился в Волгограде. Все жители города В память о погибших на войне Родных и близких У Мамаева кургана Посадили березки. Буквально за несколько дней На месте былых сражений Вырос целый парк. А позже появилась и песня. Ты тоже родился в России В краю полевом и лесном У нас в каждой песне березка Березка под каждым окном На каждой весенней полянке Их белый живой хоровод Но есть в Волгограде березка Увидишь и сердце замрет Ее привезли издалека В края, где шумят ковыли Как трудно она привыкала К огню Волгоградской земли Как долго она тосковала О светлых лесах на Руси Лежат под березкой Ребята Об этом у них расспроси Трава под березкой Не смята Ребята Никто из земли не вставал Но как это нужно солдату Чтоб кто-то над ним горел Волгоград И плакал светло, как невеста И помнил навеки, как мать Ты тоже родился солдатом Тебе ли это Бог не понять Ты тоже родился в России В березовом милом краю Но где б ты не встретил березку Ты вспомни березку мою Ее молчаливые ветви Ее терпеливую грусть Растет в Волгограде березка Растет в Волгограде березка Растет в Волгограде березка На помощь бойцам и героям тыла приходила не только музыка, но и литература. Удивительно, но несмотря на тяготы фронтовой жизни, на свет рождались порой самые светлые и жизнеутверждающие произведения. Некоторые из них и по сей день занимают первые строчки в литературных рейтингах, причем не только среди русской, но и мировой литературы. Отдымился бой вчерашний, высох пот, металл простыл, от окопов пахнет пашней, летом мирным и простым. И откуда по пустому долетел, донесся звук, давний, добрый и знакомый звук вечерний. Майский жук. И такой тоской родной у сердца сразу обволок фронт, война. А тут иное. Выводи коней в ночное, торопись на пятачок, отпляшись. А там сторонкой отправляйся в Березняк, провожай домой девчонку, «Да целуй, не будь дурак!» Налегке иди обратно, мать заждалась. И вдруг вдалеке возник невнятный, новый, ноющий двукратный, через миг уже понятный и томящий душу звук. Звук тот самый, при котором в прифронтовой полосе поначалу все шоферы разбегались от шоссе на одной постылой. Нотя ноет, воет, как в трубе, и бежать при всей охоте не положено тебе. Ты как гвоздь на этом взгорке вбился в землю. Не тоскуй, ведь согласно поговорке, это малый сабантуй. Ждут, молчат, глядят, ребята, зубы сжав, чтоб дрожь унять. И, как водится, оратор тут находится подстать, с удивительной заботой подсказать тебе гораст. Вот сейчас он с разворота и начнет. И жизни даст. Жизни даст! Со страшным ревом самолет ныряет вниз, и сильнее нету слова той команды, что готова на устах у всех. Ах, ложись! И какой ты вдруг покорный на груди лежишь земной, заслонясь от смерти черной, только собственной спиной. Ты лежишь ничком, парнишка, двадцати неполных лет. Вот, сейчас тебе и крышка. Вот, тебя уже и нет. Ты прижал к ушам ладони, ты забыл, 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 как траву щипали кони, что в ночное ты водил. Смерть грохочет в перепонках. И далек, далек, далек. Вечер тот, и та девчонка, что любил ты и берег. Ну-ка, что за перемена? То не шутка, бой идет. Встал один и бьет с колена. Из винтовки в самолет. Трехлинейная винтовка на брезентном ремне. До патроны с той головкой, что страшна стальной броне. Бой неравный, бой короткий. Самолет чужой с крестом. Покачнулся точно лодка, зачерпнувшая бортом. Не спеша пошел по кругу. Кувыркается над лугом. Не задерживай, давай! В землю штопором въезжай! Сам боец глядит с испугом. Что наделал, невзначай. Скоростной, военный, черный, современный, двухмоторный самолет. Вот стальная снасть ухнул в землю, завывая. Шар земной пробить желая и в Америку попасть. Не пробил, старался слабо. Или место прогадал. Кто стрелял, звонят из штаба. Кто стрелял, куда попал? Адъютанты землю роют, дышат в трубку генерала. Отыскать тот час героя. Кто стрелял? А кто стрелял? Кто не спрятался в окопчик, поминая всех родных? Кто он? Свой среди своих, не зенитчик и не летчик, а герои не хуже их. Вот он сам стоит с винтовкой. Вот поздравили его. И как будто всем неловко, неизвестно отчего. Виноваты, что ли, от счастья? И сказал сержант спроста. Вот что значит парню счастья. Глядь и орден, как с куста. Не промедлившись ответом, парень сдачу подает. Не горюй. У немца этот не последний самолет. С этой шуткой-поговоркой облетевший батальон перешел в герои Теркин. Это был понятно. Он. Теркин. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ночь коротка, спят облака И лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука После тревог спит городок Я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок Пусть я с вами совсем не знаком и далеко отсюда мой дом Я как будто бы снова возле дома родного В этом зале пустом мы танцуем вдвоем Так скажите хоть слово, сам не знаю о чем Будем кружить, петь и дружить Я совсем танцевать разучился И прошу вас меня извинить Утро зовет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть я с вами совсем не знаком и далеко отсюда мой дом Я как будто бы снова возле дома родного В этом зале пустом мы танцуем вдвоем Так скажите хоть слово, сам не знаю о чем Воронеж оказался третьим после Ленинграда и Севастополя По длительности нахождения на линии фронта За всю войну было только два города Сталинград и Воронеж, где линия фронта проходила через сам город Воронеж вошел в число 12 городов Европы Наиболее пострадавших во Второй мировой войне В сражениях на Воронежской земле погибло около 400 тысяч советских воинов Помните через века, через года, помните О тех, кто уже не придет Никогда Помните Не плачьте, не плачьте, в горле сдержите стоны Горькие стоны, памяти павших будьте достойны Вечно достойны Хлебом и песней, мечтой и стихами Жизнью просторной Каждой секундой Каждым дыханием будьте достойны Встречайте трепетную весну, люди земли Убейте войну Проклините войну, люди земли Мечту пронесите через года И жизнью наполните Ну а тех, кто уже не придет никогда Заклинаю Помните Люди Покуда сердца стучатся Помните Какою ценой Завоевано счастье Пожалуйста, помните Песню свою Отправляя в полет Помните О тех Кто уже никогда не споет Помните Детям своим Расскажите о них Чтоб запомнили Детям детей Расскажите о них Чтоб тоже запомнили Во все времена Бессмертной земли Помните К мерцающим звездам Ведя корабли О погибших Помните Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на нашу! Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!